здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем тему оформления низ и сегодня мы с вами выполним варианты подгиба зубчиками этот подгиб чаще всего используется именно для детских изделий и я его вижу по большей части как подгиб для детских изделий давайте посмотрим как он выполняется для нашего образца набираем нечетное количество петель при помощи обвива для начала мы вяжем с вами нижнюю часть подгиба для выполнения нижней части подгиба если например наше вязание будет проходить на плотности 8 то мы устанавливаем для нижней части подгиба плотность на дно значение меньше провязываем нужное количество рядов до подгиба предположим это 10 рядов и теперь приступаем к выполнению самих зубчиков для того чтобы выполнить сами зубчики можно использовать несколько способов давайте рассмотрим сегодня три способа выполнения зубчиков способ 1 это обычная декировка одной петли на вторую через одну способ 2 при наличии вот такого раздвиженного семи игольного декера ослабить боковой винт декера и каждый каждую вторую иглу декера убрать зафиксировать декер расстановка декерных игл одна через одну такой способ позволит вам быстрее выполнить зубчатый край так как мы выполнили расстановку игла дна через одну теперь легко надеть иглы декера на одну через одну и выполнить перемещение но уже не одной петли а сразу четырех согласитесь это гораздо быстрее чем выполнять декеровку по одной петле конечно же это можно сделать в тех случаях когда у вас то же самое можно сделать многоигольными декерами на машинах других классов достаточно для этого при помощи разборные гребенки один на один за пяточки игл немножечко выдвинуть вперед иглы в этом случае расстановку игл вам позволит выполнить абсолютно любой декер но сейчас у нас был семи игольный раздвижной и вы можете удобно вот так его использовать кстати таким образом декер очень удобно использовать и для выполнения рисунков с ручной декеровкой эти способы мы рассмотрим в последующих видео ну а пока мы с вами рассматриваем подгиб итак мы провязываем 1 ряд сгиба как правило он провязывается на больше плотности я прибавляю 2 значения плотности провязываю 1 ряд сгиба и теперь помните мы начинали на плотности на одно значение меньше нижнюю часть подгиба чем верхнюю и теперь мы провязываем 10 рядов уже на нужной нам плотности и выполняем собственно говоря непосредственно сам подгиб как видите как и в предыдущих наших видео совсем не обязательно использовать бросовое полотно мы берем за полу петли и объединяем именно полу петли благодаря тому что нижнюю часть подгиба вязали на плотности с меньшим значением подгиб выполним четко будет хорошо смотреться зубчики смотрят строго вниз на мой взгляд такой подгиб хорошо подходит именно для детских изделий я уже об этом говорила на взрослых изделиях я его честно говоря не вижу но это дело конечно же вкуса все что остается сделать это выполнить ряд сгиба и теперь еще один небольшой важный нюанс как правило возможно вы обращали внимание при выполнении подгибов в местах соединения причем абсолютно не важно сбросывали полотна или еще как-то выполняется подгиб видна жестко видна полоса сгиба и соединения для того чтобы этой жесткой полосы избежать нам нужно при провязывании сдвоенных петель на один буквально ряд увеличить плотность вязания на полное одно значение когда мы говорим об увеличении плотности вязания я имею в виду прибавить одно значение например с 8 на 9 на ручке выбора плотности и после этого провязать край сгиба потому что при провязывании двух петель длина петли образующейся уменьшается за счет того что расстояние занимает еще и вторая петля поэтому и образуется вот эта жесткая граница между подгибом и оставшейся деталью и так мы выполнили только что наш подгиб нам остается вернуться первоначально продолжать нашу работу мы получили вот такой красивый аккуратный подгиб и еще раз посмотрите абсолютно нет нужно было начинать сброс его полотна у нас все красиво все ровненько и все четко так мы сбрасываем наше полотно вот так наш подгиб зубчиками выглядит с лицевой стороны вот так он выглядит с изнаночной хотя он вполне подойдет для использования абсолютно с любой стороны сейчас мы рассмотрим с вами точно такой же подгиб но уже при помощи ажурной каретки и так то же самое количество петель нечетное такой способ выполнения подгиба зубчиками подойдет для тех у кого машины пятого класса с ажурной кареткой причем неважно электронные это машины или это машины перфокарточные выполнили все тот же самый наборный ряд точно так же и нижнюю часть подгиба выполняем на плотности со значением минус один например если основная плотность планки 8 то мы выбираем 7 и 2 провязываем те же самые 10 рядов далее нам с вами следует выбрать перфокарту либо выбрать рисунок с расстановкой их один через один 1 через одну и выполнить декировку петель при помощи ажурной каретки и здесь сейчас я предвижу множество вопросов на тему а нужно ли навешивать грузы и сейчас вы сами увидите нужно или не нужно как видите ни единого груза у меня не было теперь нам с вами остается точно так же прибавить один ряд для линии сгиба и вернуться теперь к нужной уже плотности и провязать все те же 10 рядов ряд сгиба не считается еще раз могу повторить что при правильно выбранной плотности при хорошем натяжении нити навешивание груза в таких случаях не требуется лично я использую подгиб зубчиками не только для детских изделий например подгиб зубчиками я использую при вязании ажурных перчаток на машине и такой подгиб зубчиками вы можете увидеть в мастер-классе по ажурным перчаткам которые мы с вами вязали вместе буквально зимой этого года ссылочку на это видео вы видите перед собой точно так же выполнили ряд сгиба не забыли что нужно прибавить значение плотности причем не на одно деление а на целое и провязать ряд сгиба после этого не забыть вернуть нужное значение плотности и продолжить работу эту великолепную потрясающую пряжу которую вы видите в данном ролике представил магазин рынок лап пряжа восхитительная и скоро вы из нее увидите шикарные изделия пряжа имеет вязаную текстуру очень пластичная очень приятная по тактильным ощущениям и шикарно вяжется машиной пятого класса так что на сегодня мы с вами рассмотрели вот такие варианты подгиба зубчиками если вам понравилось это видео ставьте лайки пальчики вверх подписывайтесь на наш канал пишите ваши комментарии пишите чтобы вы хотели увидеть наших последующих видео ну а в нашем следующем видео вас ждет видео подгиб фестонами которые можно выполнить тоже абсолютно на любой машине включая машины северян конева независимо от того машины эти с нити водителем или машины без нити водителя на каждой из этих машин можно выполнить подгиб края фестонами до встречи подписывайтесь на наш канал